Приветствую вас, касаемо первого того, что я хочу вам сказать, можно сформулировать общее впечатление от написанного так, что мужчина пытается, пусть неосознанно, перевести ваши отношения с чисто сексуальных в отношения более такие, более духовные, более эротичные, если угодно, в широком смысле слова. Вот. Именно поэтому он себя так проявляет. Совершенно очевидно, что мужчина решает какие-то свои проблемы, в том смысле, что ему важно самоутвердиться, ему важно, может быть, чувствовать себя на коне, ему важно, как-то вот, ну, почувствовать себя мужчиной и, соответственно, алкоголь его расслабляет, позволяет ему это делать. Ну, позволяет ему, как бы, вести себя подобным образом, а в обычном случае, в обычном состоянии, при этом он себе это запрещает. Дальше. По поводу агрессии во время, значит, сексуального возбуждения, можно сказать так, что, ну, это, в общем-то, индивидуальная поведенческая модель. То есть, пусть и такое возбуждение, да, это, так или иначе, увеличение кровоток, кровоток, ускорение сердцебиения и так далее. То есть, это повышение тонуса. И повышение тонуса может приводить у разных людей к разным последствиям. Вот. В данном случае мужчина проявляет агрессию. Вот. Это сформировавшийся такой паттерн поведения, который, ну, конечно, имеет под собой определенную психологическую основу, но, как бы, связана она с тем, как человек относится к сексу и что он реализует, в том числе, через секс. То есть, агрессия – это следствие напряжения, соответственно, в сексе мужчина может реализовывать то напряжение, которое присутствует у него вне сексуальной жизни. Совсем очевидно, что у вас в отношениях со своим мужем есть проблемы, раз у вас есть, по сути, любовник. Ну, я полагаю, что вы об этом и так знаете, что у вас есть в отношениях с мужем проблемы, поэтому хотел бы обратить ваше внимание на то, что, если подходить к вашей жизни, скажем так, заботливо, если подходить к вашей жизни осознанно, то лучше все-таки решить, сперва, проблему с вашим мужем. И уже после этого обращать внимание на вашего друга, который, может быть, уже и не хочет быть другом, и не хочет быть просто любовником. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.